Друзья, всем привет! Мы с вами в Икеа Нижний Новгород, в отделе ванны. Народа сегодня в магазине тьма, на улицах холодно. Мы в очередной раз пытались снять кухни, но там просто не протолкнуться. Приехали с самого утра, уже гибель народа. Будем ловить окошко, чтобы продолжить вам обзор по кухням. Это вот лирическое отступление. Сегодня покажем все-все предметы, которые используются в ванной. Шкафчики, зеркала, тумбочки и так далее. И как бонус несколько интерьеров, которые есть в Нижнем Новгороде. Первая линейка это Сильверон. Вот, в принципе, она вся представлена. Давайте ее разбирать по частям. Вообще, что такое Сильверон? Сильверон у нас это ДСП, вот ДВП, пленка, элементы пластмасса, то есть ДВП, покрашенная, покрытая пленкой и очень-очень хорошо, прям вот выглядит массивом. Мне, кстати, больше даже Сильверон нравится, чем Хемнос. Но это отдельное отступление. Во-первых, у Сильверона есть скамейка. Вот такая вот удобная скамейка с ящиком. То есть ее можно поставить для хранения чего-либо и посидеть на ней, когда, например, ребенок купается. А то у нас вечная проблема, когда мелкая купается, не на чем посидеть. Но, опять же, нужен большой размер ванны. Так, значит, смотрите. Ну, раз уж началась и скамейки, да, скамейка у нас легко откидывается. Она вот на таких вот чопиках. Надо? Убрали. Сразу покажу дефект. То есть вот она, эта пленка. Вот так это может задираться. Гарантия на линейку для ванн от 2 до 10 лет в зависимости от модельки. Ну, сейчас дойдем до определенных и расскажу, какие нюансы у нас возникали в процессе эксплуатации. Чем Сильверон привлекателен? Это вот эта вот полосочка. То есть такой вот нежный-нежный, очень легко, воздушно смотрится. Ну, и также легко и воздушно царапается. Такая вот царапина. Так, это скамейка. Дальше. Шкаф под раковину с двумя дверцами. Кстати, сегодня 1 августа, и цены в Икеа поднялись. Шкаф под раковину с двумя дверцами. Стоит 3 500. Размеры 60, 25 на 68. Вот что у нас внутри. Все шкафчики с открытой задней стенкой для установления коммуникаций. Магнитики. Такие вот узенькие полочки. Ну, кое-что поставить сюда можно. Петли. По Сильверону, значит, по нашему опыту уже брака не было ни разу, как ни странно. Вздутие дефектов пока тоже. Ну, Сильверон периодически покупает. Особенно хорошо его покупали, когда он был в таком естественном цвете. Прям вот, ну, народ его любил. Так, раковина под такой шкафчик подходит только вот такая, Лиалген. 3 900 сейчас она стоит. В принципе, удобная раковина. Здесь нет никаких зазоров, то, что будет куда-то затекать, если плотно ее поставите. А вот сейчас дойдем до определенной раковины, которая у нас дома, которую я ненавижу просто. И расскажу, почему. Зеркальный шкафчик тоже 4000. Здесь, получается, самих полосок нет, только зеркальное полотно. Шкафчик не глубокий. Вот, кстати, такие вот ручки у Сильверона. Хвостик. Полочки, видите, да, перфорация? Ну, не как, конечно, у Пакса, но тем не менее, можно сделать, как вам удобно. Полку, дверку можно повесить с любой удобной для вас стороны. Обязательно, да, все это крепится. Кстати, пока мы вот тут, пауза у нас была, покупатели немножко лезли в кадр, возник у нас вопрос, потому что у нас раковина Лиалген, и мы ее просто одели, все у нас стоит. Здесь тоже я, прямо сейчас даже залезу, мне интересно вам показать. То есть вот она тоже просто одета, но сдвинуть раковину со шкафчика я не смогла. Дома у нас раковина немножко как бы погуливает. Друзья, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, у кого накладные икеевские раковины, как вы их крепили. Жду, эта информация очень будет ценной и полезной. Так, большой зеркальный шкафчик для хранения всякого-всякого барахла в ванной. Наша любимая женская привычка, да, девчонки? Сначала купить много чего, а потом шкаф под все это. Удобно, хороший разгон полок, меняете как вам надо. Перфорации, конечно, не столько, сколько бы хотелось, ну вот мне бы, например, и здесь не мешалось, если под что-то мелкое. Но все-таки она есть. Такой же крючочек и такой же магнитик. Зеркала икеевские, кстати, строй нет. Камера прибавляет 8 килограмм, а икеевское зеркало 1 килограмм забирает. Так, это зеркало фулен, самое бюджетное зеркало, 800 рублей. У нас такое на даче, это вечно вот эта вот гуляющая полка и бесконечное мытье этой стеклянной полки, поэтому я это зеркало не особо люблю. Но соотношение цены имеет место быть. Так, здесь у нас одинарная раковина, хемвикин. Слушайте, вот по раковинам за все время у нас два раза были проблемы, но это были заводские проблемы, на самих сливах были трещины. Больше, в принципе, это и не было. Единственное, что то есть икеевские раковины подходят только под икеевскую мебель. Люди часто хотят не менять, например, шкафчик у них живой, купить икеевскую раковину, она им не подходит. Большой шкафчик состоит из шкафчика и ножек. Две ножки. Вот они. Ножки металлические. Кстати, друзья мои, у кого Сильверон в ванной, расскажите, как у вас эксплуатация, потому что потом дойдем до Гладмаргона, и я расскажу нашу историю, что у нас со шкафами произошло. Здесь уже полноценный глубокий шкаф, то есть здесь можно уже организовать все хранение. Девять, я открою страшную тайну. Она приклеена. То есть вот я здесь нашла полоску. А? Нет. К шкафчику. Вот. 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 Вот он клей. И поэтому все это намертво стоит, не так, как дома. Сильверон еще не весь. Надеюсь, вы еще не уснули. Дальше у нас зеркало с полкой. Сильверон, его, кстати, часто берут не только в ванну. И вот такой момент, друзья мои, хочу отметить. Сравнивали мы здесь недавно. Знакомая покупала мебель для ванны не икеи. Муж, ну, мужа попросила мы его отвезти ее со всем этим добром. И когда домой заносили, ему было интересно, он посмотрел швы. Вот икеевские швы, они цельные, да? То есть вода, вот даже вот она, когда попадает, в любом случае, здесь все закрыто. Но все равно, я пытливый юный ум, нахожу вот эти косяки, куда влага может попадать. Поэтому аккуратно. Некоторые места, я считаю, нужно сразу проходить силиконовым герметиком, если не хотите, чтобы у вас все это рассыхалось. Вот такой вот интересный шкаф за 7 тысяч рублей. У него есть два отсека для хранения стандартных и ниша. Вот эти шкафчики берут в прихожую. Точно такой же сельверон, только глубокий за 6500. Уже на 25 сантиметров. Ну, фактически, друзья мои, они отличаются только глубиной. То есть точно такой же шкаф, какой мы смотрели с вами до этого на предыдущей стене. Все то же самое. Так, по сельверону все. Значит, сельверон, варианты цветов белый и светло-коричневый. До светло-коричневого давно уже в продаже не видно. Шкафы для раковины с одной дверцей, с двумя дверцами и еще с двумя дверцами разной глубины. Зеркальный шкаф с дверцей узкий, либо просто зеркало с полкой. Варианты пеналов прямой, прямой с дыркой и угловой с дыркой. Углового с дыркой уже давно нет. Поэтому, ребят, Нижний Новгород, ну, закрасьте. Ну, не надо людей это смущать. Потому что вот этот вот угловой пенал, его очень часто просят. То есть он классно вставал, но его нет. Так, дальше у нас годмаргон черный. А потом хэмнос. Как-то интересно. Просто годмаргон весь там. Ну да, тогда бегать не буду, рассказывать буду, как идет. А дальше линейка годмаргон. Цвета у них разные. Черно-коричневый, белый. Беленый дуб. Матовый белый. Глянец белый. Соответственно, от цвета зависит цена. Разгон, видите, да? Решен белый с рисунком, с выступами по 14 тысяч вниз. А все остальные по 11. Ну, черно-коричневый еще тоже. Кощон темно-серый цвет называется. Кощон. Но годмаргон, в принципе, неплохо эксплуатируется. Но есть один нюанс, про который я позже расскажу. Вот эти шкафчики мне очень нравятся. Во-первых, офигенный, плавный, тихий ход. Здесь у нас... Не надо? Ладно, мне не разрешают громить выставку. А я вот так залезу. У нас в окошко мы в дверь. Вот они, направляющие. Дальше здесь, друзья мои, сразу идет разделение. Причем смотрите, как функционально сделано. Допустим, мне надо вот так, да, просто что-то узкое. Ну, заодно покажу из частей. Такая вот планочка. То есть, если даже вы ее переломаете, главное, не ломайте пластиковые крепежи. Мне кажется, любой муж с руками, девчонки, может вам все это дело исправить. Вот ножки. Так, у нас была техническая пауза. Вы видели, что у меня в руках это развалилось. Поэтому перемещаем аккуратно. Они на честном слое вот на этих ножках держатся. Ну, вариант хранения удобный. А, стоп. Давайте во внутрь залезем. Крепежи, сифонное колено. Ну, намертво, ребята, намертво приделывает. Антивандально. Чтобы, не дай бог, какой посетитель чего не отодрал. Так, и второй ящик. А, вот, видите, тут уже это повалили, повалили. То же самое, только повыше. Можно подвесить, как здесь. А можно поставить на ножки. Тут зависимость от того, как вам удобно. Значит, по материалу. Это у нас ДСП, покрыто полимерной пленкой. Новый цвет, красивые ручки, прикольные. Так, зеркальный шкаф. Кстати, на Годмаргон гарантия 10 лет. Такой же белый, тоже ДСП пленка. Красивые ручки. Здесь у нас дополнительно зеркало. Темно. Дополнительно еще зеркала. Ну, как-то они вот с искажением. И тут прям вот пузырь. Здравствуйте. А у вас согласованно? Вы из первого года? Может, два года вас снимают? Слушайте, смех и грех. К нам подошел охранник. Не знаю, миллион раз я, по крайней мере, его видел. Наверное, мужик не запоминает лица. А мы ничего не знаем про съемки, а согласованы ли. В общем, в последний раз к нам так подходили, когда мы снимали обзор по вытяжкам. Кто не ленивый, посмотрите, спуститесь по видеоленте вниз и посмотрите, когда это было. Мне кажется, года полтора назад точно. Это, да, весна, наверное, позапрошлого года. В общем, вот такой прикол. Так, давайте дальше по шкафчику, пока они там разбираются. Испугались, да, своих же забыли. Весело. У полок вот такие вот чопики. Все-таки уровень Гальмаргона отличается от того же Сильверона. Перфорация уже больше. Зеркала. Очень тихий, плавный ход. И очень темно. Так, пойдем дальше. А, может, бюджетные? Линейка Лилалген. Что-то меня это... Склей вывели. Да, честный склей вывели. Как-то так это... Странно, в общем. Так, Лилалген. Немного попроще в исполнении. Тоже все обтянуто. Много перфорации. Но, в общем, у нас у шкафчика Лилалген, вот, у шкафчика под раковиной, у нас какой? У нас вот такой получается. Только поменьше. На одну дверку. У нас вот здесь уже начала вспучиваться стенка. Шкаф стоит ровно год. Повезу его как гарантийный случай. Кто линейкой Лилалген пользуется, расскажите, как у вас обстоит дело с этим. Все петли тоже с плавным ходом. А нет, у Гадмаргона плавнее. Бум. Да, Дима прикалывается, говорит, это мы купили, нам так повезло. Алюминиевая окантовка, прозрачное матовое стекло. Ну, немного видно будет. То есть, кто совсем бардак любит, не ваш вариант, шкафчиком. Петли. Так, он у нас из чего? Он у нас из ДСП и покрыт пленкой. Все по стандарту. А, вот наш друг. Это столешница отдельная, это отдельно. Шкаф под раковину. Так, они подвешенные, но к ним можно докупить ножки. Нас узнали, вспомнили, сказали, оказывается, свои. Снимайте. Едем дальше. Шкафчик Лилалген, 3500. Вот про него я вам говорила, что у нас расславилась боковушка. Расскажу потом, как что сделали. Вот такая вот секция продается отдельно. И отдельно продается столешница Вискан. Получается так вполне красиво, но... Я считаю, что для семьи с детьми это неудобно. Будет вечно все в брызгах, в грязи и так далее. У кого такой вариант, рассказывайте, как вам. Зеркальный шкафчик. 3000. Вот, кстати, да, видно. Мягкое все-таки покрытие. И вот эта вот пузырчатость есть. Ну и ценник, ребят, да. Поэтому вот как-то Лилалген для меня теперь при моей эксплуатации уже спорен. То есть здесь вот даже без воды уже он... Туда-сюда чопики поменяли, уже расслойка идет. Так, перцевая секция сейчас только бледно-зеленая. Поэтому, если вы хотите белый, увы, нет. Энуден зеркало, ну а ну, просто зеркало для ванной. Часто его берут в прихожую. Так, одинарная раковина Лилалген. А где вот наша, я не вижу, маленькая? А, вон она, да, расскажу. А, вот, ну, кстати, на маленькой. В общем, вот мне вот это вот место не понравилось по эксплуатации. Здесь все время стоит вода. Все время скапливается какая-то непонятная грязь. Ну, там, допустим, да, краски дети помыли, еще что-то. В общем, вся вот вода и вот это вот мыло, которое с рук брызги, вот это вот все здесь. То есть приходится постоянно вытирать. У длинной раковины допами идут вот такая полочка, подмыльца, крючочки. У маленькой, к сожалению, такого нет. У нас просто раковинка. Шкафчик на две уже дверки. То есть все то же самое. Все-таки вот у Лилалгена кромка немножко другая. Так, шкаф под раковиной тоже на две дверцы, только узкий. Вот вам разница по ширине. То, что у нас внутри. Все то же самое. Ручки мне у них только нравятся. Пойдем дальше. Хемнос. Можно так вот общим планом снять? Хемнос и ванным. Вещь спорная. Кто-то любит, кто-то не любит. Часто берут в прихожую. Сразу скажу, вот это зеркало. Вот этот шкаф высокий зеркальный. Вот эту штучку. Называется высокий шкаф стеклянной дверцы. Берут в зал в качестве шкафа и витрины. Вот этот стеллаж вообще берут, ребят, везде. То есть это и ванная, и салоны красоты. Очень любят эти стеллажи. Он так лаконично вписывается, когда под стилистику Прованса. Либо вот, ну, когда вот именно в стиль он идет. Поэтому мебель такая вот универсальная, универсальная. И, кстати, за все время, мне кажется, шкафов для раковин брали мало. Да, Дим? В основном это либо Годмаргон идет, потом Лилалген вот по снижению. Сильверон иногда. Хемнос меньше всех. Пойдем рассматривать. А, еще такой момент. Черно-коричневый. Это у нас массив сосны. А белый, ребят, помним, да, из обзора с... Нет, не на липучке. Помним из обзора с комодами. Это ДСП. В общем, вот только так. Ты не сможешь попасть в камеру туда? По-другому никак. В общем, все, что белые шкафы сейчас у нас здесь представлены, это ДСП. Давайте смотреть кромку. Ну, кромка, конечно, совершенно другая у Хемнеса. Прям вот все ровно-ровно, идеально. Опять же, у кого Хемнеса, у кого стоит это в ванной, рассказывайте вашу эксплуатацию. Потому что эти комментарии полезны не только нам, но и другим подписчикам канала, чтобы было, чтобы... Выбор такой, да, чтобы честный был, исходя из вашего опыта. Может быть, уже обратили внимание, что на более дорогих шкафчиках внутри тоже зеркала. То есть у нас зеркало снаружи и у нас зеркало изнутри. Ну, что-то я... Не знаю, что у него делать-то? Крась-то. Все. Ну, пойдем сюда. Вот только так. Сейчас попробуем нашу. Ну, относительно плавный ход. Так, шурупы. Пыль. Уборщица, наверное, мало у нас в нижнем. Ладно, лирика. Не буду обижать, а то обидится совсем. И так сегодня прибежали, испугались, кто у них там снимает. Внутри. Здесь у нас все намертво. Разделение как есть. Не исправить, не убавить. Так, смотрим направляющие. Прибежим. Я надеюсь, мои ползающие ракурсы не попадут в кадр. Или как получится. И второй, просто большой ящик. Классическая хеммусская ручка. Есть еще такой серый. Но серый надо, ребят, ловить. Серый почему-то разбегается быстрее белого. Ну, по крайней мере, в нижнем. Так, не показалось, что такое у нас. Зеркальный шкаф 15 тысяч. Высокий зеркальный шкаф с дверцей 15 тысяч. Цвет белый. Кстати, хеммус весь изначально идет на ногах. Не обрезать не получится. Ну, обрезать не получится, чтобы его подвесить. Поэтому только так. Один, два, три, четыре, пять полок в комплектации. Перфорацию пожадничали. Вот. Только рядышком, да? Не больше, не меньше. Полки. Ну, прям вот. Нет, вырезав вот эти подчопики. И гуляет. Ну, закрывайте весь шум. Так, дальше зеркало хеммус. 3,999. Периодически бывают на него скидки. Значит, когда покупаете сами, либо через посредников. Обязательно смотрите вот эти места, чтобы не были растресканы. Потому что часто такое бывает. Это брак. То есть, такого быть не должно. Ну, вот здесь, как бы, более-менее, да? Стыковка вот так. На четверочку. Дальше хеммус, шкаф под раковину. Узкий уже. Широкий стоит 12, узкий 10. Все то же самое, только мини-версия. Прям вот мини-мини. По кранам, я думаю, по технике будет отдельный обзор. Дайдем. Потому что вы уснете просто у нас. Ну, много информации будет слишком. Ой, такие крайенькие появились новые. Смотри, какой классный. Мы когда в прошлом году заканчивали ремонт, и встал вопрос о покупке крана. Пришлось купить все это дело в Леруа, потому что в Икеа ценник начинался тогда от 7 тысяч. То есть, это был прям, ну, какой-то космический. Сейчас ценник вполне адекватный. Вот, пожалуйста, 4 500. Такой вот, 4 500. Просто это уж так поболтать с вами. Вот такой мне очень понравился, 4 тысячи. В общем, мы купили в Леруа. Кранами я недовольна. Еще мы купили штангу, на которой вешается душ. Она вся заржавела. Ей еще, вот только год ей исполнился, она уже все на выброс. Так, черно-коричневый. Нет ценника, очевидно, нет в наличии. Массивчик. Ну, не знаю, почему белый Хемнес делает из ДСП, да? Все-таки линейка, которая заявлена на натуральный массив. И как-то так вот. Потому что был у нас, помнишь, случай, давненько клиентка заказывала комод Хемнес. И вернула по причине того, что, говорит, ребят, я не согласна отдавать 16 тысяч до ДСП-шной комод. За эти деньги можно Мальму купить. Два. Так, Дим, я не знаю, ты сюда сможешь подлезть? Здесь что-то как-то вообще места нет. 15 тысяч, шкаф высокий, со стеклянной дверцей. Шкаф невысокий. Вот он мне, даже до плеча не достает. Ценник для меня непонятен. Мы его как-то в прямом эфире рассматривали. 15 тысяч. Полки. Две полки вниз. Не знаю, ребят, у кого такой шкаф. Можно в Инстаграме прислать. В общем, где удобно, присылайте. То есть, как интерьерка получается, да? И, кстати, шумный. Прям вот. О, как банка подписана. Синька. Синька, кто-то еще пользуется, что ли? Просчетка. Вот, чтобы у вас было понимание, не было каши в голове. Варианты шкафов. С двумя ящиками узкий-глубокий. То же самое, узкий-глубокий. Зеркальный шкаф с одной дверцей, с двумя, разной шириной. Высокий зеркальный шкаф, стеллаж, стеллаж и скамья. Но скамьи сейчас в ассортименте нет и коротенького стеллажа нет. Так, такой мы смотрели, только теперь уже двойной. Вот это моя мечта. Но места столько в ванной нет. Такой же, да, только другого размера мы смотрели. И у нас еще остался в Хэмнессе стеллаж, о котором я вам уже говорила в начале. Его очень любят салоны красоты. Здесь все хорошо, ровненько сделано, но нет нареканий по этим стеллажам. Здесь, кстати, вот полочки уже с вырезами идут как надо и ничего не проигают. Косяков не вижу, сразу говорю. Так, возвращаемся к лилалдену. Как-то у нас так хаотично представлено. А, такой мы уже показывали. Такой мы уже показывали. Нет, я чуть-чуть вружка. Белая торцевая секция есть, и серая торцевая секция есть. Ребят, запамятовала немножко. Вот эта вот штучка интересная. Шкаф для стиральной машинки. У кого она, например, стоит в ванной. Ну, в общем, у всех по-разному. У меня вообще на кухне прячется под столешницей. Кстати, сколько стирка стоит? 15 тысяч стирка стоит. Класс А, 2 года гарантии. Производитель, конечно же, за жопили написать. На LG похоже что-нибудь. А вот, индезит. Стирка индезит. 15 тысяч. Так, давайте дальше по шкафчику. Ну, конечно, с Хемнесом. Разница прям вот приличная-приличная. Ну, что есть. Получается у нас три, раз, два, три больших полки. Очень-очень много уместится. Девчонки, пожалуйста, общие. Можно всю хозяйственную приблуду сюда сложить. Закрываем. Дальше у нас вот такой высокий шкаф. С корзинами для белья. Корзины выдвигаются. Достаются. Удобно, да? Ну, пока я за всю практику свою, пока мы доставляем икею, за все время два раза заказывали этот шкаф. Здесь такие вот пластиковые окна. Они еще, ребят, крутятся. Для какой функции, непонятно. Три полки. Полку можно отрегулировать. Корзин у нас три. Маленькая, большая. И вот так. Вот такой набор входит в комплектацию к шкафу Лилалген. Потому что отдельно никакой информации нет, и это явно не новинка. Ну, по принципу, модули скуп. Точно такая же ткань. А? Не поняла? Чего кидать удобно? А, носки кидать удобно? Тынь-дынь-дынь-дынь. Короче, Дима говорит, что это шкафчик для мужчин. Открывать не надо, просто накидал. Вот такая вот у нас раковина. Но, говорю, приблуды на ней висят от большой. На маленькую приблуд нет. И вот здесь вот вечно вот лягушки плавают. Высокий шкафчик Лилалген. Ну, в принципе, за качество Лилалгена ценник более-менее. Но единственное, что не забываем, что гарантия. Гарантия два года на эту линейку. И если что-то случается, ребят, не тяните, не думайте, что оно само рассосется. Везите все это в Икею. Так, дальше у нас шкафчик. Они повторяются. Прямо повторяются, повторяются. Давайте вот по этому стенду будет поудобнее. Значит, у нас цвет белый и белый с алюминиевой рамкой. Шкафчик под раковину с одной дверцей, с двумя дверцами разной глубины. Высокий для стиралки. Навесной шкаф с зеркалом. Просто навесной шкаф. Зеркальный двойной. Торцевая секция трех цветов. И высокие шкафы. Это вот у нас с корзинами. Высокий зеркальный и просто высокий шкаф. Ну, собрать можно любую ванную, я думаю, да? Так, дальше у нас здесь гадмаргон. Представлен со столешницей, которой временно нет в наличии. Толкин. Бамбук. Очень нравится мне икеевский бамбук. Красиво смотрится. Ну, гадмаргон вообще песня. Опа. Теперь я понимаю, почему, когда распродажи, гадмаргона мы привозим много, когда он по скидкам. Кстати, девчонки, вот такой держатель, да, для всей нашей косметической тербухи. Мужики говорят, что мы занимаем много места в полках. Здесь можно одну полку занять и весь мейк сюда сложить. Покажешь, вот, как модуль выглядит? Шкафчики. Такой вот шкафчик 5, глянь, в белый. Ну, вообще, вот, знаете, вот мебель для ванны вроде. Единственное, что с ней может случиться, это вот как раз отслойка по стыкам. Поэтому здесь нужно выбирать тщательно, аккуратно. И либо, если выбрали все-таки не совсем удачный вариант, как мы выбрали, мы обращаться уже по гарантии. Пинать икеюшку. Зеркало. И второй такой же шкафчик. Это прям большая-большая комбинация для большущей ванны. Кстати, жду в инстаграме ваши фоточки ваших ванн. Если хотите, могу даже выложить и ссылочку на вас. Так, это у нас точно такой же. Нет, там глянец. Этот побольше, матовый. Вот они ножки, ножки с регулировкой по высоте, что очень удобно. Можете отрегулировать так, как нужно вам. Это вот мы смотрели с вами такой темно-серый, с серебристыми ручками. А это белый, матовый. А так, внутри все то же самое. Запчасть. Так, дошли мы до высоких. В общем, вот они, варианты гонмаргонов все. Это мы с вами уже смотрели. Кашон 16 тысяч. Кашон светло-серый тоже 16 тысяч. Вот он состоит из двух частей. То есть тут можно всякую-всякую красоту сложить. А дальше уже полотенце и прочая теребуха для ванны. Мы плавно подошли к страдальцу нашему. В общем, все хорошо со шкафом. Но вот здесь у нас пошла отслойка. Хотя вода сюда вообще не попадает. Вот я здесь смотрю, здесь прям вот стык намертво закрыт. У нас не намертво. Нет. Хотела поднырнуть. Наверное, не получится. Так, ребят, удобно. Вот все, что в ванной есть. И даже еще место остается. У нас здесь лежат игрушки. Там какие-то запасы косметики, ухода. Я люблю по акциям покупать. Потом фен, мой бьюти-кейс, все мыльно-мыльно-рыльные. И еще место. То есть у нас он не забит прямо вот в усмерть. В общем, на четверых нам вот этого хватает. Хотя это единственное место для хранения в ванной. У глянца мне нравится рубочка. Полки куда-то скоммунизделием. И ценник. Наверное, пока нет в наличии, поэтому он такой раздербаненный. И вот у глянца все равно стыки другие. Подожди, смотри, вот здесь плавка железная, да? Она как бы продуманная, она закрывает все стыки. Лишняя влага не попадет. И здесь, блин, резинка. Прям вот ощущается под ногтями. А здесь просто кромка. Вот она и разница в цене. Хорошо. И, кстати, только у глянца резинка у этих обычная. Ну, здесь ценник вот именно за вот эту рельефную дверь. За красоту неземную. Мы, в общем, план шкафов сняли? Так, по моделькам-то показали все. Сейчас просто по цветам, да? Годмаргон высокий под беленый дуб. Беленку видите, как на камеру всегда. То есть она вот так играет. Визуально, кстати, не так видно, как на камеру. На камеру прям полосатая-полосатая. Годмаргон кашон темно-серый. Ну, все-таки он больше к светло-серому. Нежный, красивый цвет. Ну, вообще, кашон, ну, красиво стел. Добротно. Нареканий к нему нет. А вот, говорит, Годмаргон глянец. Нет, просто его убрали оттуда. 11 тысяч. Вот честно, лучше бы я глянец взяла в прошлом году. Точно бы не развалился. Ну, это такая условная новинка. Она уже с весны. Здесь у нас такое вот зеркальце. И все возможные, всевозможные коробочки. Зеркало с подсветкой. Стори-морт. Жаль, нельзя выключить, да, общий свет, чтобы посмотреть, как подсветка. Насколько вот ее в ванной. Ну, все равно по яркости это... Да, так... Ну, умыться можно в ночи. Рогрунт. За все время у одной из клиентов в Саранске рогрунт потемнел. Пошли пятна. В гарантии нам отказали. Сказали неправильная эксплуатация. Поэтому, как оно будет дальше, не скажу. Как у кавора грунт эксплуатируется бамбуковая, расскажите в комментариях. Сейчас я вам его покажу. Так-то здесь все хорошо, ровно закреплено. Особенно если бамбуковая мебель по акции в Икеа, она очень добротная. Смотрите, как красиво смотрится. Бамбуковые крючки. Всевозможные штучки, да. Столешница бамбуковая. То есть все в одном стиле. Пойдем как бонус покажем ванны. Так, у нас четыре интерьера с ваннами. Жаль, не указана квадратура. Нигде не нашла. Ванна в стиле Хемнес. Я без камеры. Низверх. Сама ванна, стеллаж. Ну, понятно, кресло вряд ли уместится в типовых квартирах, да. Хотя в новостройках сейчас большие ванны. Можно и даже кресло можно поставить. Ой, вот эти вот... Нет, все-таки я включу камеру. Вот эти стеклянные клоши. Помните, я вам их показывала в вазочке? Обзор. Вот для чего их тоже можно использовать. Свечки, зеркальца. В общем, такая уютность, да, девчачья? Тут же мокрые мочалки капают на эти клоши. Икеевская штанга. Вот такая вот штанга с леруашки у нас вся уже прям вот сгнила за год. Теперь будем покупать икеевскую, потом расскажу, как все это эксплуатируется. Это у нас смеситель термостатический. То есть термостат грубо нагревает он. Брали клиенты, сказали, что довольны. Коврик для ванны. Такие коврики очень люблю и рекомендую, если вы часто ездите, особенно с детьми. Это съемные квартиры, гостиницы. Никогда не знаете, как что помыли. Поэтому лучше взять такой коврик с собой, спокойнее. Новая ванна менее чем за 10 тысяч. Ну, пошли смотреть. А вот квадратура. 3-4 квадратных метра. У нас сколько ванны? 2,5. Печаль, мы сюда не уместимся. А так удобно, да? То есть как бы место для приведения себя в порядок. Здесь у нас сунерста рейлинги, вывалившиеся уже. Кто-то над ним поиздевался. Полотенчики, кстати, на рейлингах можно сушить. Бра. Можно заменить на мюзик, дешевле будет. Тележка драган. Мешок для белья на опоре. Дим, общий кадр делай, чтобы мне не... А, думаю, куда делать-то. А, мы не сняли фуллент и увидим самую бюджетную раковину со шкафчиком. В общем, вот это самая-самая бюджетная раковина в Икеи. Хорошо себя зарекомендовала. Нареканий нет. Она, конечно, не такая кипельно-белая, как другие более дорогие раковины. Но вполне удобная глубокая форма. Никаких острых углов. Вырезав, здесь тоже все ровно, скапливаться не будет. Поэтому у нас по размеру не встала. Я бы, честно, вот елочку взяла. Стоит на шкафчике Лилалген. Не знаю, почему фуллент не поставили. Фуллент зеркало. Здесь у нас панельки с кодисы. Стеллаж Вильта здесь оказался. Березовый. Хотя он не для влагостойких помещений. Не знаю, почему его сюда запсотили. А хотя нет, устойчив к воздействию влаги. Ну, значит, все-таки рекомендовано для ванны тоже. И здесь у нас скрыта душевая кабинка. А, конечно. Ну да, просто душевая кабинка. Ой, слушайте, новая шторка для ванны. Плотненькая. Прям такая-то. Санбарен. Прикольно. Так, здесь у нас уже совсем большая ванна. Годмаргон. Ольгот. Кстати, поговаривают, что ольгот выходит из ассортимента. На сайте уже появились в магазине, пока не видели новые модули. Наподобие ольгота. Ну, будем смотреть, разбирать. Ванну бы такую, здесь все. Здесь и ванна, здесь... Ну, вообще такое, как это... Хоть будет помещение, да? Больше, чем ванна. И вот красота неземная. Годмаргонистая ванна. Огромадная. Сколько здесь квадратов? Квадратов, наверное, 12, не меньше, да? Такая вот красивая ванна, ребят. Ну, конечно, можно элементы взять для фантазии, да? Использовать по частям. Вот такая вот столешница Толкин под мрамор. Двух размеров. 102 на 49 и 82 на 49. Это ламинированная столешница, то есть пленка меламиновая и ДВП. Но для ванны вполне подходящая. Все хорошо закрыто. Стыки плотные. Вот, слушайте, вот нет у меня... Нет до чего у меня особо по ваннам докопаться. Кроме вот своего опыта. Поэтому здесь, наверное, вот опытным путем, да? У кого как эксплуатируется, по-другому просто никак. Годмаргоны. Из Лилалген, что ли, взяли? Или все-таки что-то новое появилось, я не в курсе. Я тут кое-что нашла. А, нет, это именно вставка в Годмаргон. Отдельно такую не купишь. А жаль. Ну, Годмаргон, это, наверное, все-таки уровень кухни метод, да? Да. Все так вот функционально, добротно, бесшумно. Вот, два полотенца. Помыли, скинули. Мама посушит. Пойдем еще самый бюджетный шкафчик покажем. И будем прощаться. Шкаф под раковину и раковина. Фулен, Толвикин. Толвикин, раковину я вам уже показала. Ага. Теперь на этом цените 900, на том 800. Ну, разберутся. Шкаф 700 рублей. 60 на 79. И это самый бюджетный шкафчик в Икеи. Тоненький. Ну, конечно, да, Лилалген получше по качеству. Ну, блин, он стоит 700 рублей. За 700 рублей, наверное, нигде в мебельных магазинах не купишь шкафчик нормальный. Хотя, если поискать, может быть, местные мебельчики у кого-то что-то путевое делают. На ножках. Ножки пластиковые. Стучу, стучу, ребят, ногтями. Потому что непонятно без этого, что за материал. Так, пошу. Не, не в сказку. Чтоб потише было. Вот так. Потише, но подороже. Да, потише, подороже. Ну что, ванну мы вам показали. Очень жду, жду ваших комментариев. У кого как эксплуатируется. Какие нюансы возникли в процессе. Ну, наши клиенты не всегда с нами делятся. Поэтому у меня надежда на вас. Хочется собрать побольше отзывов, побольше вашего опыта. Всем спасибо. До новых встреч. Продолжение следует.